всем привет сегодня хочу вам показать как можно сшить тепло уютное платье и связанного трикотажа и обдушить по готовой выкройке ссылку на выкройку я оставлю в описании к этому видео у меня такая фигура что вверх у меня ближе к 42 а низ 44 и я взяла 44 размер но нужно все-таки было взять 42 обязательно измерьте длину рукава и длину изделия все детали я выкраиваю по выкройке вот это у меня центральная часть полочки у нас должна получиться одна деталь со сгибом забыла сказать что я для платья выбрала вот такой вязаный трикотаж это у меня искусственная шерсть сто процентов акрил но он очень мягкие приятны к телу и абсолютно не колется тянется хорошо абсолютно во все стороны я из этой ткани шила себе уже юбку на выписку за роддома и сшила из такой же ткани но однотонный укороченный джемпер вернемся к раскрою платья обязательно переносите все метки с выкройки это очень сильно облегчает работу при пошиве у нас должно получиться всех деталей кроме передней центральной части по две штуки то есть передняя часть у нас одна деталь со сгибом остальные детали все по две штуки это у меня спинка она идет со швом посередине спинки и вот боковые части то есть у нас боковая часть на спинке есть и боковая часть на полочке вот так же я поставила все меточки которые буду потом совмещать также подписала где у меня детали спинки чтоб потом не перепутать что касается воротника по выкройке у нас должна быть одна цель на деталь но у меня оказалось ткани прямо впритык впритык и у меня цельная деталь не получилось у меня будет воротник из двух частей поэтому с одной стороны где должен быть сгиб я также добавила припуск на шов а если у вас ткани хватает то у вас должна получиться вот такая вот одна цельная деталь по расходу я точно не скажу сколько у меня ушло потому что у меня был не целый отрез у меня был уже отрезан достаточно большой кусок но если рисунок позволяет то деталь можно уложить вот таким вот образом главное соблюдать направление долевой нити долевая нить у нас идет параллельно кромки ткани вы можете самостоятельно определить расход ткани для этого распечатать выкройку и разложить ее на полу на ширину ткани платье у нас с рельефами по спинке и на полочке и вот в эти передние рельефы можно втачать потайные молнии и получится отличный вариант для кормящих мам после того как мы выкрали все детали платья приступим к пошиву сначала соединим вместе центральную часть полочки и боковые части полочки совмещаем метки на деталях скалываем детали иголочками а затем будем их стачивать на оверлоке сначала одну сторону а затем другую шить буду на оверлоке 4 ниточным оверлочным швом я поставила иглы для трикотажа номер 75 выкройка дана с припусками на швы 7 миллиметров поэтому 2 миллиметра я срезаю на оверлоке при стачивании деталей швы утюжим к центру изделия вот я собрала детали полочки у меня получилась вот такая деталь у ткани такой рисунок что рельефы практически незаметны утюжить эту ткань нужно аккуратно я использую тефлоновую насадку на утюг с не нужно утюжить и не беспокоиться что ткань прилипнет к утюгу также я собрала детали спинки у нас получился шов по центру спинки и тоже два рельефа швы рельефов утюжим к центру спинки а шов центральные утюжим на любую сторону вот такой низ платье у нас получается и теперь стачаем плечевые швы складываем полочку и спинку лицом к лицу совмещаю в плечевых швах скалываем иголочками так как платье у нас достаточно длинная ткань меня это тяжелая и сильно тянет вниз плечевые швы нужно укрепить можно использовать специальную ленту для укрепления швов можно выкроить из нерастяжимой тоникой ткани поперек долевой полосочки и при стачивании плечевого шва вшить эти полосочки в шов после стачивания плечевые швы утюжим на сторону спинки затем стачиваем боковые швы и утюжим их тоже на сторону спинки вот что у меня получилось обязательно делаем примерку смотрим как ты на сидит платье камера к сожалению не передает всей красоты ткани рисунок не белые а серебристые мне с примерками очень помогает мой манекен если у вас нет манекена и на примерках пусть вам кто-нибудь поможет посмотрит как платье сидит со стороны спинки это очень важно то сразу обработаем горловину я стачиваю две своих детали по длинным сторонам если у вас цельная деталь как по выкройке у вас должен получиться один шов отмечаем центр полочки и вкладываем наш воротник в горловину совмещаем центральную часть полочки и центральную часть воротника я сделала отметку также совмещаем серединку на воротнике с задним швом так как у меня два шва они у меня получится по бокам но в принципе их совершенно не видно потому что такой рисунок на ткани если у вас на воротнике один шов значит вы его совмещаете с левым плечом делая его на один сантиметр дальше от плечевого шва на сторону спинки и затем притачиваем воротник на верлоке утюжим шов на сторону изделия кстати сразу я не подумала об этом но шов горловины со стороны спинки тоже лучше укрепить особенно если вот такой вязаный трикотаж сильно тянется но вшивать я уже здесь ничего не буду распарывать не хочу поэтому я просто шов со стороны спинки отстрочу на швейной машинке и таким образом он укрепиться отстрочу только со стороны спинки с передней частью я делать ничего не буду снова делаю примерку и на манекен и на себя и проверяем как у меня сидит воротник далее берем рукав складываем его пополам лицом и внутрь скалываем вот этот срез иголочками затем стачиваем на верлоке шов утюжим на сторону спинки ставлю для себя отметки с какой стороны у меня передняя часть вкладываем рукав в пройму прикалываем его иголочками совмещаем отсечки затем я оба рукава приметаю вручную для чего это нужно потому что в процессе примерки я поняла что для меня плечо длинное плечи меня узкие и больше подходит 42 размер но и всегда даже 42 мне получаются плечи очень широкие вот я сейчас рукав приметаю и покажу на манекене как сидит рукав а уже потом я откорректирую пройму на мне платье сидит точно так же как на манекене видите насколько мне нужно укоротить плечо то есть я сейчас вот лишние вот так вот буду подрезать и буду заново вшивать рукав и поэтому перед тем как втачивать рукава в проймы пожалуйста не поленитесь и проведите еще одну примерку и вот я перешила рукава вот теперь у меня уже вид совершенно другой теперь плечо и рукав на своем месте шов этот утюжим на сторону рукава и нам осталось только подогнуть низ платья и низ рукавов и отстрочить я это буду делать на распашивальной машине широким плоским двухугольным швом вы же можете просто край обметать на оверлоке подогнуть и отстрочить на швейной машинке когда отстрачиваем низ не забываем смотреть направление швов чтобы они у нас лежали на ту сторону на каком нужном теперь подогнем низ на рукавах и также отстрочим на распашивальной машине я для этого буду использовать рукавную платформу в одном из видео я забыла снять крышку то есть я отстрачивала низ рукава без рукавной платформы и мне тут же начали писать комментарии что почему вы не используете рукавную платформу ну просто у меня еще в голове вот кет этого осознание что она есть наверное просто нужен какой-то опыт и просто к ней привыкнуть я же пока еще не могу к ней привыкнуть потому что на моем каверлоки конечно такого не было но хочу сказать что она конечно очень сильно упрощает работу вот такой вот узкий низ рукава вообще очень легко отстрачивается ниточки от начала строчки отрезаем далее продолжаем строчку на начало строчки примерно на один сантиметр нитки с конца строчки завязываем узелок лишние хвостики вот эти отрезаем если у нас получается на изнаночной стороне выше строчки вот такие вот излишки ткани их просто можно аккуратно подрезать близко к строчке утюжим вниз рукавов и низ платья а также изделия в целом и наше платье полностью готово если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео пока пока